Друзья, у нас сегодня большое событие. Ну, прежде всего, я представлюсь, если кто-то еще меня не знает. Я Алексей Хохлатов. Мы с вами часто знакомы и ведем презентации в этой же вебинарной комнате. Сегодня у нас большое событие. Сегодня выступление президента компании TheUniGma. Человека, который на себя взял полную ответственность за то, чтобы наши терминалы в Эмиратах и не только в этой стране работали и приносили максимальную прибыль. Человека, который будет организовывать все процессы для того, чтобы эти прибыли были действительно максимальны. Но сейчас, прежде чем предваряя это выступление, буквально за одну минуту, для тех, кто не успел посмотреть предварительную информацию о проекте, я скажу, что же это такое. Итак, компания TheUniGma – это бизнес, в котором на самом деле содержится два бизнеса. Первый бизнес – первая бизнес-возможность. Это возможность вложить деньги во франшизу терминала, то есть приобрести себе как таковую франшизу одного, двух или трех или больше терминалов и получать фактически больше для этого ничего не делая, потому что вы передоверите в доверительное управление как раз команде, которую возглавляет Александр Чуб, ваш терминал. То есть вы сможете получать пассивный доход сколь угодно долго. Не буду говорить высокопарных слов всю жизнь, но достаточно долгое время. Об этом, наверное, скажет Александр. Какое время? Это первая возможность нашего бизнеса. И вторая бизнес-возможность – это давать рекомендации своим друзьям и знакомым для того, чтобы они приобретали для себя такие франшизы и таким образом получая комиссионные, можно сказать, с продаж. И если в первом случае ваши доходы будут порядка 100% годовых от вложенных денег, то во втором случае для входа в этот бизнес вам потребуется, в принципе, всего лишь 200 долларов, и вы сможете зарабатывать уже неограниченное количество средств, буквально миллионы долларов. Итак, не буду отнимать ваше время. Надеюсь, что вам в целом понятно, что это за проект. Ну, большинство, конечно же, с ним предварительно познакомились. И с большим трепетом передаю микрофон в руки основателя компании «Теунигма», президента, генерального директора Александра Чуба, человека, на которого у нас очень большие надежды, и у которого, в свою очередь, также большие надежды на нас с вами. Александр, передаю микрофон. Ну что ж, еще раз здравствуйте. Меня зовут Александр Чуб, и я являюсь действительно сооснователем нескольких компаний, которые в большей степени уже сегодня можно назвать международным холдингом. О его структуре я расскажу сегодня немного попозже, а сейчас я бы хотел начать с истории нашего бизнеса. Наверное, многие из вас об этом знают, но повторение мать учения. А узнать многие интересные факты из первых уст всегда интересно. По себе знаю, ведь я тоже очень любопытен по натуре, и именно это любопытство, а также стремление созидать и делать что-то новое в этом мире, привело меня к тому, что, пожалуй, я считаю целью своей жизни, к созданию интернациональной компании, в основе которой стоит желание большинства предприимчивых людей быть финансово независимыми, иметь свой бизнес, дающий стабильный пассивный доход, и уделять как можно больше времени своим любимым людям и своим интересным увлечениям. Как вы уже, наверное, знаете, у нас есть неплохой опыт в разработке и внедрении платежных систем в разных странах мира. В нашей команде работают люди еще с 2005 года, разрабатывающие успешные программные продукты, обрабатывающие и поныне миллионы транзакций. Лично я начал заниматься разработкой финансовых продуктов еще в далеком 1992 году, получив колоссальный опыт работы в банковской среде. В 2000 году я увлекся новой модной интернет-штучкой, электронными деньгами, и вот уже с 2001 года я занимаюсь этой отраслью профессионально. Где-то в это же время я в России увидел первый платежный киоск. И как я его увидел, я сразу понял, вот именно то, чем я хочу и буду, наверное, заниматься. И уже в 2005 году, собрав команду единомышленников, мы начали разрабатывать первый программный продукт, который со временем разросся до многофункциональной транзакционной системы, которую до настоящего времени все знали под именем Таулинг. Вот в период с 2008 по 2010 года с использованием нашего программного продукта одноименная компания в Казахстане развилась до такого объема, что ежемесячно через нашу базу данных проходило до 25% абсолютно всех платежей мобильной связи в стране. И до 75%, например, всех пополнений электронных кошельков различных платежных систем. Бренд, который мы создали в Казахстане, начал развиваться и в других странах. А вот в Казахстане до сих пор многие платежные посттерминалы называются Таулингами, причем вне зависимости от того, какая именно платежная система управляет этим терминалом. И вы знаете, вот без ложной скромности скажу, что мы отличные разработчики. В нашей команде трудились и трудятся поистине золотые головы, которые во всем мире, наверное, отличаются. Конечно, нами были допущены какие-то определенные упущения, связанные с особенностями ведения большого бизнеса в странах бывшего Союза. Мы всегда находились в каком-то состоянии эйфории, достигнутых успехов, радовались каждому разработанному уникальному алгоритму. До сих пор наши конкуренты отзываются с большим уважением к нашим продуктам для посттерминалов, аналогов которых до сих пор нет еще не то, что в СНГ, даже в мире. Но за этой эйфорией мы, наверное, не видели того, что чем сильнее растешь, тем больше нужна подушка. Мы эту подушку или как крышу, говорят, в зеленых кругах, к сожалению, не предусмотрели. Но, как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А чего-чего, так опытов у нас оказалось накоплено очень и очень много. Как технического, так теперь уже и предпринимательского. За эти годы были написаны миллионы строк программного продукта, программного кода. Наработаны технологии, отработаны бизнес-процессы. И нам осталось только найти то место, где мы бы могли все это использовать в полной мере. И так получилось, что старт обновленного бизнеса мы решили сделать не где-нибудь, а в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда-то более двух лет назад я приехал в эту страну в поисках инвестора. Необходимого для реабилитации наших проектов в Казахстане. Но спустя какое-то время я понял, что у зарубежных инвесторов, как, честно говоря, и у нас самих, доверие к нашим странам немножко пошатнулось. Я провел несколько встреч с очень интересными людьми. Сделал рот-шоу для крупных инвестиционных компаний. Все восхищались нашими продуктами, нашими успехами. Но на этом все и заканчивалось. От всех звучало только одно. Если бы этот бизнес вы начали ввести в Эмиратах, то тогда бы мы поучаствовали. Я вот думал, думал, советовался с коллегами. И вот год назад все-таки принял кардинальное решение, исходя из известного высказывания Фрэнса Бекона про гору и пророка Мухаммеда. Мы будем делать бизнес в Эмиратах. Ведь все предпосылки для этого имеются. Практически полное отсутствие конкуренции. Большой спрос на услуги, новизна продукта, полное отсутствие налогов, лояльное отношение к властей, к бизнесу и к владельцам. Эмираты – это одна из самых богатых стран мира. Думаю, вы это знаете. Я за эти два года увидел только один недостаток. Там немножко жарковато летом. А благодаря нашим усилиям этим летом будет, наверное, еще жарче. Ведь мы начинаем вставить наши, ваши терминалы. Кстати, немного хочется рассказать о структуре нашего бизнес-холдинга. Тем более, что я уже это обещал вам рассказать. И вот давайте посмотрим на этот слайд. Что у нас получается? В состав холдинга входит следующая компания. «Таунигма» – это непосредственно торговая франчайзинговая компания. Именно эта компания является держателем и продавцом одноименной франшизы. Именно эта компания ведет взаимоотношения с нашими партнерами по всему миру. На сегодняшний день эта компания имеет институтное право на формирование и продажу франшиз «Таунигма Киоск» «Таунигма Пост» на территории Эмиратов. Компания зарегистрирована на территории Эмирата Шарджа. Сейчас у себя на экране вы видите копию нашей лицензии. Эта компания имеет от правительства Эмирата лицензию на продажу, как вы видите, платежных терминалов и нового торгового электронного оборудования. То есть это специализированные лицензии. Следующая компания – это компания «Таулинг АйТи». Это первая наша компания, которая является эксклюзивным процессинговым оператором по организации приема платежей на территории Эмирата. Компания зарегистрирована, как вы видите, на территории Эмирата Абу-Даби и имеет лицензию на оказание компьютерных информационных услуг, а также аренды и сдачи управления арендным оборудованием на территории Эмиратов. Так, поехали дальше. Есть еще несколько компаний, о которых я скажу пока вскользь, потому что хоть они не являются частью нашей структуры, но они пока непосредственно не ведут деятельность ни по процессингу, ни по работе с торговыми агентами. Вот именно, например, компания «Инти Пэминт Софтвейер». Эта компания у нас занимается разработчиком всего программного обеспечения, которое используется в наших франшизах. Эта компания вообще в будущем будет продавать мастер-франшизы на те страны, где планируется продвижение наших продуктов. Сейчас ведутся переговоры с активными партнерами из нескольких стран, и, возможно, в самое ближайшее время вы услышите о результатах. А вот для того, чтобы обеспечить для наших европейских компаний более простые условия по приобретению контрактов, а согласитесь, все-таки для обывателей из глубинки Германии такая страна, как Эмираты, является, пожалуй, пока что еще экзотикой, так вот, для европейских партнеров существует компания «Лотлайт Экспресс Сервисис», она зарегистрирована на территории Евросоюза, и ее основной задачей, собственно, является управление нашим интернет-магазином. Вот все вместе эти компании образуют некий конгломерат, целью которого является извлечение максимальной прибыли для своих учредителей и партнеров от деятельности по эксплуатации программных и аппаратных решений, входящих в состав франшизы «Унигма». А это интересные продукты, и я бы хотел сейчас немного про них вам рассказать. Я прошу прощения, тут иногда будут встречаться слайды на английском языке, но вот не успел перевести, но думаю, словами я разъясню. Большинство, если не все участники нашего сегодняшнего мероприятия знают, что именно мы предлагаем две франшизы. Киоск и пост. Ну, с пост-терминалом все понятно, простой сервис, принимает платежи, позволяя зарабатывать большую часть денег тому, кто его эксплуатирует, и меньшую, но тоже существенную часть, тем, кто им владеет. Именно этим продуктом мы опробировали рынок эмиратов, хотя именно на этом продукте мы в свое время построили самые крупные сети в других странах. Это и есть наша фишка, например, которую мы продвигали в Казахстане. Но прогресс на месте не стоит, и сегодня мы немного поменяли свои ориентиры. Рынок требует совершенно новые платежные инструменты, в которых будет заложен потенциал на многие годы вперед. И именно таким инструментом становится наша франшиза «Таунима Киоск», использующая нашу уникальную разработку. Что мы сегодня имеем в Эмиратах? Контракты с более чем 230 операторами мобильной связи из более чем 80 стран мира, конечно же, включая сами Арабские Эмираты. Таким образом практически любой житель страны или гость страны, пусть он из Пакистана, Украины, Бангладеша, России, Казахстана, Германии, сможет без каких-либо проблем оплатить как свой мобильный телефон в Эмиратах, так и пополнить баланс любого сотового телефона своей страны. А вы знаете, сколько туристов приезжает в Эмираты ежегодно? Десятки миллионов. Десятки миллионов. Эту маленькую страну, в которой всего живет всего 8 миллионов человек, из которых всего местных жителей всего 800 тысяч человек. А как часто у них заканчиваются деньги на балансе благодаря сумасшедшему роумингу? Ну, думаю, у половины людей заканчиваются деньги практически в первые три дня. Так это же отлично для нас. Туристы, туристы. Как вы думаете, зачем туристы едут в Эмираты? Глупый, конечно, вопрос. Ведь ответ очевиден, они едут на море в меньшей степени, но и на шопинг. Именно это является основной целью большинства туристов в Арабских Эмиратах. И мы им в этом, опять же, поможем. И знаете как? Ведь именно через наши киоски, через ваши киоски, они смогут получить абсолютно бесплатно купоны на индивидуальные скидки в крупнейших торговых центрах Эмиратов. Скидки на десятки процентов. Но, а нам, торговые центры, заплатят тоже неплохое вознаграждение за каждого привлеченного клиента. То есть нам с вами заплатят неплохое вознаграждение. А есть еще кое-что, о чем я сейчас говорить не буду, но вы можете быть уверены в том, что наша команда сделает все возможное, чтобы не только достичь целей, поставленных финансовым планом, с которыми, я думаю, что вы уже все ознакомились, но и существенно их превзойти. Будем эксплуатировать наше железо по максимуму. Кстати, о железе. Давайте поговорим немножко о железе, потому что было очень много вопросов. Качество оборудования и его отдельных комплектующих является важнейшим фактором нашего успеха. В мире есть сотни, если не тысячи производителей такого оборудования, но мы для себя избрали одну модель, вот сейчас ее видите на слайде, которая будет продвигаться нашими усилиями. Модель, проверенная годами в корпусе, имеющем кодировку АПП-3. Это разработка самого крупного завода в России, возможно, вы даже слышали о таком производителе, как Уникум. Мы взяли стандартную комплектацию, но усилили ее дополнительным содержимым. А именно, купюроприемники, например, будут работать с двумя валютами. Не только с арабским дирхамом, но и с долларами. Это весьма актуально для туристической страны. В киоск добавлен диспенсер по выдаче пластиковых карт, что позволит нам сразу существенно расширить сферу предоставляемых услуг. Ведь мы можем продавать не только чужие карты, как, например, карты оплаты паркинга, с чего мы, собственно, и начнем сейчас свою работу, но, возможно, какие-то свои карты, например, если мы вдруг задумываем какую-то дисконтную программу. Как вы понимаете, мы идем всегда на шаг вперед. В корпусах наших устройств стоят заглушки, вместо которых мы очень быстро сможем вставить дополнительные устройства. Такие картридеры, как картридеры или пин-пады для работы с кредитными дебетными картами банков. Эта функциональность начнет работать немного позже, когда наша сеть уже немного развернется, и мы сможем предоставить обслуживающему нас банку карту наших терминалов, карту расположения наших терминалов, чтобы убедить их в серьезности в вашем умирении. Вы же понимаете, что этот бизнес, который практически всем присутствующим здесь на конференции, прост и понятен, потому что, наверное, мало кто из присутствующих здесь людей, мало кто из присутствующих здесь людей, наверное, еще не платил через платежный киоск. Наверное, практически все платили. А вот для таких стран, как Эмираты, это услуга еще в новинку. И поэтому одна из наших целей, одна из наших задач, которая стоит перед нами, это ввести моду оплаты через такое вот оборудование. То есть мы будем учить жителей этой страны, гости учить надо, особенно из России, из Казахстана, мы будем учить жителей этой страны пользоваться этим оборудованием. Мы привлечем интересных людей, красивых людей из таких стран, как Филиппины, для того, чтобы они стояли возле наших, ваших киосков и учили, как правильно оплачивать мобильный телефон, как правильно получать купон на скидку в каком-нибудь шоппинг-моле и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы и сейчас, вот ту работу, которую ведем с банками, она тоже, на самом деле, непростая, потому что банки интересуются нашим бизнесом, но они говорят, вы развернитесь, вы покажите, что вы умеете. Поэтому мы идем на шаг вперед, мы вставили в наше оборудование уже заранее, мы определили спецификацию дополнительного банковского оборудования, и мы его обязательно поставим, как только такая необходимость возникнет. Кстати, мы еще планируем также вставить в наши киоски такое оборудование, как сканеры, штрих и QR-кодов, что позволит также нам существенно расширить спектр предоставляемых услуг, например, в тех же самых Эмиратах для того, чтобы оплачивать, ну, например, коммунальные услуги, да, там можно ввести номер лицевого счета, ингоэса, там достаточно большое количество цифр, а можно просто взять, подвести штрих-код к нашему терминалу, в будущем он сканирует, он автоматически всю информацию на экране заполнит вместо вас. Вот, уже сейчас, кстати, в нашем офисе разработчиков в Абу-Даби установлен экспериментальный киоск, вот, уже есть такие люди, кто у нас бывал в Эмиратах и заходил, вот, у нас экспериментальный киоск, который мы сейчас наполнили абсолютно всем возможным оборудованием, перечисленным только что, плюс еще добавили туда видеокамеру высокого разрешения, что позволит через наши киоски не только принимать платежи за традиционные услуги, но и оказывать услуги, связанные с документированием, например, принимать платежи в пользу страховых компаний, делая тут же фотографию на документ, который будет отправлен электронным способом в мой офис. Ну, считайте, что каждый новый компонент увеличивает на порядок наши возможности, которые позволят увеличить самое главное финансовый результат эксплуатации киоска. Так что выбор этого поставщика оборудования в первую очередь связан именно с качеством, надежностью и хорошей репутацией производителя. А теперь я бы хотел рассказать о некоторых предварительных результатах работы наших партнеров. Эти вот результаты на вчерашний день были подсчитаны, да. Ну вот, можно сказать, что на вчерашний день к нам присоединилось более 1200 партнеров из 35 стран. Вот список стран, даже, если можете увидеть у себя перед глазами. Я хочу рассказать про тройку лидеров, безусловно. Тройка лидеров распределилась так. Это вот цифры на вчерашний день. Значит, на первом месте у нас идет Россия с 351 партнером. На втором – Германия и 303 партнера. На третьем – Казахстан и 297 партнеров. Вообще, для MLM-компании, с которыми нас до сих пор по ошибке ассоциируют, наверное, это не сильно впечатляющие результаты. Но мы-то не MLM-компания. Мы компания, являющаяся пионером такого бизнеса. И для таких пионеров это очень даже хороший результат. Для предстартов, в котором мы сейчас находимся. Ведь, по большому счету, мы свою работу начали буквально пару месяцев назад, начав продавать франшизы того-нибудь Магиоск. И вот, чтобы не повторяться снова в будущее, я бы хотел еще раз напомнить статус нашей компании. Мы не компания многоуровневого маркетинга. Мы компания прямых продаж, но с инструментами мотивации наших партнеров-лидеров на развитие структур. Наша цель – не только продать как можно больше контрактов. Мы хотим, чтобы каждый из наших партнеров, купивших франшизы, получили как можно больше дохода. Это означает, что мы будем лимитировать, на самом деле, количество франшиз, которые мы хотим продать на территории Эмиратов. Так что те, кто хочет быть, что называется, на коне, советую не тянуть и покупать свой бизнес в Эмиратах уже сейчас. На сегодняшний день мы реализовали более 600 контрактов с франшизами. Из них на киоске более 100. Как мы и обещали, первые два контейнера киосков будут доставлены в порт Абудаби в июле, и сразу же начнется их установка. Кстати, нам часто задают такой вопрос, а в какую партию я попаду, если куплю киос там сегодня, вчера или завтра, через месяц? Коллеги, ответ на этот вопрос очень простой. В ближайшую следующую. Каждое 20 число Санкт-Петербурга отправляется в грузовой корабль, на котором будут находиться и наши контейнеры. Сколько там будет наших контейнеров? Один, два или десять, это зависит уже от вас. Минимальный объем, который мы будем привозить за один раз, это 57 единиц. Именно столько входит в один сорокофутовый контейнер. Вот такая вот наша логистика, и так она и работает. Мы будем стараться уменьшить период времени между вашим платежом и поставкой до минимально возможного срока. По условиям контракта мы берем три месяца, но я уверен, что фактически срок не будет превышать полутора-двух месяцев. Корабль идет из Санкт-Петербурга до Абу-Даби около трех недель. Вот из этого можно исходить. Кстати, мы постараемся представить вам красочный фото и видеорепортаж процесса получения и установки первых киосков для особенно любопытных и для тех, кто еще, наверное, может быть, не в полной степени нам доверяет. Кстати, в этот понедельник представитель наших партнеров Аркадий Каменев сам лично посетит с инспекцией завод в Санкт-Петербурге для того, чтобы устрелиться в том, что наши киоски уже готовы к отгрузке. Это очень важно. Так, ну что ж, поехали дальше. И вот, кстати, раз мы заговорили о доверии и уверенности, я хочу вам рассказать еще про один продукт, который, ну, даже не продукт, а предложение, которое мы готовы представить уже сейчас для наших партнеров. На самом деле, это уникальное предложение для тех, кто хочет более тесно связать свой бизнес, себя самому лично с Эмиратами, а именно получить собственную компанию, зарегистрированную в соответствии с законами Эмиратов, включая небольшой офис, банковский счет и даже четыре резидентных визы, которые дадут вам право не только свободно приезжать в любое время и на любой срок в Эмиратах, но и вести там свой собственный бизнес. Таким образом, все франшизы будут оформлены в собственность именно вашей компании на территории Эмиратов. Такого еще, наверное, никто не предлагал, никогда, я по крайней мере не помню. Собственная компания в Эмиратах, где нет никаких налогов, банковский счет в одной из самых надежных юрисдикций мира. Кстати, там счет открыть на самом деле непросто, ну, можно сказать, практически невозможно, если ты со стороны. Так что те, кто имеет такой интерес, я думаю, что будут готов потратить сумму около 10 тысяч долларов, именно столько будет стоить такая услуга, и получить компанию, четыре резидентных визы и банковский счет в Эмиратах. Мне кажется, что это еще больше приблизит к нам тех инвесторов, кто пока еще сомневается в безопасности и надежности своих инвестиций. А Эмират – это очень интересная страна со всех сторон, и как место для бизнеса, и как место для отдыха. Но я думаю, что вы это и сами знаете. Теперь давайте немножко поговорим о наших планах на 2013-2014 год. Для того, чтобы мы начали получать от наших поставщиков хорошие условия по награждению, то есть от наших провайдеров, поставщиков услуг, от мобильных операторов, коммунальщиков и так далее, нам необходимо стараться держать темп по продажам или по установке минимум в 50-100 установленных франшиз в месяц. Именно эти показатели мы и озвучиваем тем телекоммуникационным предприятиям и государственным учреждениям Эмиратов, которые являются поставщиками услуг, в пользу которых мы будем принимать платежи. Если мы будем продавать каждый месяц 200 контрактов, это будет вообще, конечно, гораздо лучше. Ведь все должны помнить, что формат нашего бизнеса – это венчур, то есть объединение, фактически совместное предприятие, где с одной стороны есть компания, обеспечивающая процессинг услуг и извлечение максимальной прибыли эксплуатации франшиз, а с другой стороны – партнеры, являющиеся драйвером процесса развития сети. И вот от всех нас зависит общий конечный результат. Радует, что сейчас мы движемся к цели в соответствии с задуманным планом. А наша цель следующая – через 4-5 месяцев выйти как раз на тот самый объем продаж 200 франшиз в месяц с постоянным, конечно, приростом. И в результате нужно, мы хотим, точнее, установить в Эмиратах не менее 80 или 10 тысяч киосков. Это то, что касается продаж. Да. И что еще нас ждет через несколько недель? Мы начинаем полный ребрендинг наших программных продуктов. Мы провели очень серьезную работу по изменению наших программных продуктов. У нас поменялось все. Мы внесли совершенно категорически новые вещи в бизнес-логику наших терминалов для того, чтобы учесть все реалии новых рынков, реалии рынка Эмиратов и других стран, которые у нас потенциально уже находятся на очереди. Мы поменяли внешний вид, дизайн киосков. Точнее, даже не киосков, а программного освещения. Мы добавили ту функциональность, которая не была раньше ни в Казахстане, ни в России, ни в Украине. То есть та функциональность, которая очень актуальна для таких стран, как Эмираты. Соответственно, мы планируем провести очень, как я уже сказал, очень интересный, серьезный, большой ребрендинг. У нас будет более систематизировано название наших продуктов. Кстати, на одном из слайдов где-то это проскакивало. Я вот даже сейчас его, этот слайд найду. Да, вот вы можете посмотреть еще раз на слайд. Это список наших продуктов, которые продвигаются нашими компаниями. То есть мы будем приводить именно все наши продукты в единую такую идеологию названий, для того, чтобы нам уже спокойно создавать бренд, который будет узнаваем в любой стране. Будь то Эмираты, будь то, не знаю, Турция, Германия или какие-то другие страны. То есть везде все должно быть одинаково. И все должно быть уникально, но при этом унифицировано. Поэтому мы определенные усилия на это дело, конечно, будем тратить. Значит, как вы уже видели, да, у нас есть не только просто программное сечение для платежных терминалов. У нас гораздо больше продуктов. Есть решения для компьютера, для мобильного телефона. Кстати, это тоже у нас будет новая фишка, которую в Эмиратах мы будем продвигать. То есть симбиоз именно прием платежей через киоски с последующим управлением этими принятыми платежами с любого мобильного телефона. Это получается еще уникальная штучка. У нас есть еще и внешние интерфейсы, к которым могут подключаться независимые разработчики. Именно на основе таких интерфейсов к концу лета в бэк-офисах партнеров и появится возможность оплаты любых услуг. Кстати, присутствующих в нашем списке прямо с текучего лицевого счета. То есть у вас появится там в бэк-офисе такой виджет, и вы, например, сможете оплатить. Ну вот то, что у нас будет в нашем перечне услуг, то есть более 230 операторов с более чем 80 стран мира, ну вот это у нас будет присутствовать и в бэк-офисе. Так, ну, начиная с 1 сентября мы начинаем уже продавать наши мастер-франшизы на ведение нашего бизнеса в других странах. А это означает, что уже через несколько месяцев появится возможность всем желающим иметь свой бизнес уже не только в Минрадах, но и в других странах. Уже сегодня есть несколько заявок из Европы, Юго-Восточной Азии и даже Латинской Америки. То есть если в этих странах найдется компания, готовая инвестировать средства в инфраструктуру, то мы с вами получим возможность иметь доход от собственных терминалов, которые мы будем ставить там. И поверьте мне, в мире есть еще очень много стран, где терминальный бизнес или только начинается, или даже еще не начался. А вместе мы сможем сделать на этом миллионы или, наверное, даже миллиарды. Такая вот простая, интересная цель. Вот. Вот, собственно, и что я вам хотел сегодня рассказать. А теперь я, с вашего позволения, начну потихонечку отвечать на вопросы, которые мне уже начали передавать. Значит, тут есть один, точнее два вопроса, которые, ну, достаточно серьезные вопросы. Они их объединили, правда, в один. Сейчас я вам его продиктую. Так, вопрос. В России в данный момент терминалы стали приносить меньший доход. Когда, по вашему мнению, какой срок получится такой же спад в Эмиратах? И второй вопрос. А если, к примеру, терминал лет через пять стал приносить доход не 500, а 100, 150, не знаю чего, ну ладно, владелец франшизы решает продать вам его обратно. Купит ли компания, согласно договору, терминал за полную стоимость, а также в случае, если ситуация превратит массовый характер, предполагаемый выход из нее готовы ли к такому ходу событий? Значит, вот давайте. Вопрос очень важный, интересный, думаю, беспокоит всех. Сначала я скажу, почему терминалы в России и других странах стали приносить меньший доход. А вы знаете, это все очень просто. Они стали приносить меньший доход только потому, что их физически стало очень много. Согласитесь, что один терминал, например, в одном магазине даст гораздо больше прибыли, чем три или пять терминалов в том же самом магазине. Вы же, наверное, видели, как это происходит, особенно это актуально в России и в крупных городах. Становится терминал, да, начинается вокруг него ажиотаж, люди начинают платить, через некое время, бах, вокруг стало еще 3-4 терминала. Естественно, товар, наоборот, упал. То есть количество принимаемых денег через терминалы не уменьшается, наоборот, это количество растет. Каждый год на 25-30% увеличивается объем принятых платежей. Не только за счет увеличения количества самих платежей или услуг, а за счет того, что появляются новые категорически интересные услуги. Почему мы в Миранах уже сегодня даже не собираемся ограничивать себя исключительно только приемом платежей, традиционно в пользу мобильной связи? Потому что уже понятно, нужно искать, уже сейчас нужно готовить те самые сани к той самой зиме, которая наступит через 2-3 года. Когда мы будем, мы насытим рынок, да, у нас количество платежей будет приниматься очень большое количество, и количество киосков будет большое, это означает, что нужно добавлять новые услуги. Вот, и отсюда, соответственно, вот ответ на второй вопрос по поводу того, что будем ли мы выкупать, не будем ли мы выкупать, если доход будет меньше, готов ли мы к этому делу, конечно, мы готовы. На самом деле, смотрите, все очень просто, математика очень простая. Вот то количество терминалов, на которые мы рассчитываем установить на территории Эмиратов, оно уже заранее примерно прочитано, я эту цифру вам называл, да. И это означает, что как только мы превысим этот объем, действительно начнется спад, точнее не спад, а стабилизация, скорее, по количеству принятых платежей на средний терминал, да. Соответственно, я не думаю, то есть, вот мы как компания больше денег от этого, или меньше денег от этого зарабатывать не будем. То есть, мы будем зарабатывать точно так же те же самые деньги. Да, владельцы франшиз Ватбуд, конечно, наверное, на себе это чувствуют, но мы на самом деле не планируем этого допускать. То есть, есть определенный лимит, в пределах которого мы будем в стране останавливаться. Но поверьте мне, кроме Эмиратов есть еще очень много интересных стран, куда мы сейчас готовы дальше двигаться. Так что, этот лимит, 10 тысяч киосков, он совершенно такой чисто технический, нет никаких ограничений для того, чтобы на него какое-то обращать внимание. Будем добавлять новые сервисы. Как вы уже видели, да, конфигурацию нашего киоска, на самом деле, по железу он насыщен будет очень и очень серьезным. А что такое киоск? Киоск – это хороший мощный компьютер с хорошим дополнительным периферийным оборудованием. Если взять совокупно всего того оборудования, которое стоит у нас, то, в принципе, наш киоск становится таким, знаете, мощнейшим шлюзом между вот этим вот физическим миром, где ходят люди-человеки, да, и тем виртуальным миром, да, интернетом. То есть, мы фактически создаем шлюз для чего? Для двух вещей – для передачи информации и для передачи денег. Самое ценное, что есть, да, во всем этом мире – это информация и деньги, да, так немножко приземленно сказать. Так вот это все будет проходить через нас. И когда я уже говорил, что вот мы там осенью запустим решение для наших шоппинг-молов, когда люди будут через наши киоски получать скидки на приобретение там в каких-то крупных или некрупных торговых центрах, эмиратов, это же на самом деле очень интересная вещь. Ведь это даже такой симбиотический бизнес, он будет напрямую связан. Человек пойдет оплатить мобильный телефон, он оплатил, там, не знаю, условно говоря, ну, турист приехал, оплатил Билай, потому что деньги на роминге закончились, а ему на чеке тут же говорят, опа, а как тебе повезло, а вот тебе 30% скидку, например, на, там, не знаю, мужские костюмы в Эмирейтс Моу, в таком-то магазине. Понимаете, это очень интересное дело, то есть мы передаем абсолютно бесплатную информацию, за которую мы будем получать деньги, а это ваш киоск. И с каждого такого вот купончика, который клиент получит через наш киоск, и который, скажем так, активирует этот купончик в магазине, сразу будет, сразу будет, на самом деле, получена скидка ему, да, но мы получим еще и вознаграждение. Знаете, вообще, на самом деле, стоимость каждого клиента, она, на самом деле, очень дорогая для магазина, и магазин нам готов платить уже сегодня, у нас есть предварительные договоренности по магазинам, которые готовы нам платить за каждого привлеченного клиента, если клиент придет через, используя наше оборудование, придет и получит, купит некий товар, а мы получим, магазин получит лояльного клиента, а мы получим с этого дела неплохое вознаграждение. И это вознаграждение, как-то неудивительно, но вполне может даже быть больше, чем вознаграждение по приему за мобильную связь. Так что мы на месте стоять не будем. Вот, поехали дальше. Каковы условия, чтобы вы могли, чтобы вы помогли открыть собственную компанию в Эмиратах? С какого количества приобретены киосков? На самом деле нет никаких лимитов, нет никакой связи. Вы можете даже купить один киоск и зарегистрировать свою компанию. Все дело в том, что процедура непосредственно регистрации компании, вот это вот, то, что я сейчас сказал. Вот я сейчас этот слайдик открою специально. То есть, на самом деле, она стоит денег. Вне зависимости от того, сколько вы купите себе киосков. Один, два или сто. То есть, вы можете купить один киоск, но вы хотите иметь, например, право беспрепятственного приезда в Эмираты в любое время, без каких-либо ограничений. Вы хотите хранить свои деньги в Эмиратах. Вы хотите, в конце концов, свой бизнес. Может быть, у вас, я не знаю, может быть, вы хотите отказывать какие-то консультационные услуги по прямым продажам, например, на территории Эмиратов. Пожалуйста, у вас будет право на такую деятельность через непосредственно нашу услугу. На самом деле, я уже озвучил, стоимость этой услуги примерно 10 тысяч долларов. Это чистая себестоимость. Мы не зарабатываем на этих деньгах ничего. Более того, мы будем непосредственно напрямую с нашими партнерами по регистрации компании. То есть, все платежи будете осуществлять им. Здесь нет никаких ни премий, ни баллов, ничего нет. Это просто дополнительная возможность. Поверьте мне, если бы мне два года назад, когда я только начал вести свой бизнес в Эмиратах, сделали бы такое предложение, я бы согласился бы, не задумываясь. Потому что, на самом деле, это очень даже дело непростое. Так, еще вот меня попросили рассказать по секрету еще про направления, которые я... Ну, давайте, ладно, расскажу. Не хотел я рассказывать, потому что направления еще такое, пока что не до конца отработаны. Можно сказать, чуть-чуть еще даже сырое, но понятное и, на самом деле, до безобразия перспективное. Вот в чем все дело. Направление, связанное с туризмом. Точнее, не с туризмом, а с экскурсионным туризмом. Как вы знаете, люди в арабские эмираты приезжают, ну, как я уже сказал, для того, чтобы покупаться на море. А моря, конечно, там не так много, но не настолько красиво, как, допустим, в том же самом Египте. И для шоппинга. Но когда люди приезжают отдохнуть, и тогда они уже отдыхают по полной программе. Есть сафари, да, есть джип сафари, поехать в пустыню, поноситься по песчаным барханам, в конце концов, закончить все это дело в арабском шатре с вкусным ужином, приготовленным прямо на песчаных барханах, там, запеченным специальным образом в песках, смотря на танцующих девушек, там, которые танцуют на сточке танца. Это шикарно. Вот эти экскурсии можно и нужно покупать. И люди покупают. Или, например, другие экскурсии. Экскурсии в такие, такие интересные места, как Феррари, парк, например, или там, Яс Айланд, или куда-то еще. То есть, на самом деле, таких экскурсий внутри Эмирата несколько десятков. И вот мы сейчас готовим продукт, такой продукт, это как продажа таких экскурсий через наши киоски. То есть, что будет, на самом деле, происходить? Мы будем свои киоски ставить не только в торговых центрах, как я перечислял, там, в шоппинг-молах, там, и так далее, в гостиницах, то есть, там, где есть наши люди. То есть, у нас все наши киоски будут мультиязычными. То есть, русский, арабский, английский язык. То есть, вот, например, вы, приехали отдохнуть в Арабские Эмираты. Вот вы увидели, ну, я думаю, что, знакомую для вас форму киоска. Вы подошли к нему, и вдруг с удивлением узнали, что вы прямо сейчас можете, например, купить тур, допустим, на Бурж-Халифа. А на самом деле, на Бурж-Халифа нужно туры покупать и назаранее, и туда попасть, на самом деле, не так-то просто. То есть, вы подойдете к этому киоску, нажмете кнопочку, введете все необходимые данные, свой номер мобильного телефона, вставите деньги, как я уже говорил, будут приниматься дирхамы, доллары, и вам тут же принтер распечатает купон с карткой инструкции, что нужно делать. Если, например, это экскурсия такого типа, где вам не нужен, допустим, трансфер, вам будет написано, приезжаете там туда-то, покажете этот купон, и попадете там на Бурж-Халифу. Либо, если это экскурсия, которая будет связана с трансфером, что вас нужно будет забрать с отеля, вам будет там дана инструкция, как вас где забрать, и что делать. Собственно, все. Очень просто, конечно, выглядит снаружи. Снутри, конечно, все гораздо сложнее. Сейчас идет проработка с туристическими компаниями Эмиратов, идет проработка алгоритмов, и я вот общался с нашими коллегами-разработчиками по поводу этого продукта. Они оценили, конечно, объем работы как самостоятельный большой продукт, но мы его сделаем. И мы его сделаем. Но самое главное, что в чем интерес вас, как партнеров, очень простой. Все эти компании платят вознаграждение. Хотел сказать, у них там это называется сленговым словом откат. Так вот, все компании платят вознаграждение, и причем вознаграждение неплохое, от 10% и выше. Вы же помните наши условия, по нашей модели дарительного управления, 50 на 50. То есть, соответственно, 50% от прибыли киоска, которая будет включать себя в том числе и прибыль от продажи экскурсий, будет являться вашей прибылью. Вот такой вот у нас еще продукт стартанет в этом году вместе с нашими киосками. Точнее, не вместе с нашими, а чуть позже. Я еще раз повторю, с чего мы стартуем вот сейчас в июле. Полный боекомплект мобильных операторов всей Юго-Восточной Азии, Африки, то есть тех стран, на аудитории которых мы ориентируемся, потому что, вы знаете, в Умиратах живет около миллиона филиппинцев, примерно столько же пакистанцев, чуть меньше индусов, то есть большое количество людей. Вот они все смогут, используя нашу систему, и оплачивать свои мобильные телефоны в своих странах, ну и в том числе таким образом фактически делать переводы в свои страны. Без комиссии. Наши киоски не будут брать, кстати, комиссии никакой, в отличие от российских. Кстати, у нас будут и российские поставщики, будут все пивайные МТСы, мегафоны, Теледва, региональные поставщики будут, Украина будет, Казахстан. Вот. Так что все у нас двигается. Поехали дальше, следующий вопрос. Когда планируется официальное мероприятие открытия этого унигма и где? Так, ну смотрите, мы планировали сделать на самом деле в апреле, но потом получилось, что мы совсем были не готовы сделать в апреле, поэтому мы, честно скажем, принесли это дело, хотели сделать летом, но потом, как представили себе, что вы летом приедете в 50-ти градусную температуру, это очень тепло. В общем, делать мы это все будем в октябре. В октябре мы будем проводить мероприятия, в октябре мы будем проводить мероприятия, связанные с открытием нашей компании. Ну, собственно, компания-то уже открылась, она работает, но с точки зрения прямых продаж, с точки зрения моделей нашего бизнеса, конечно, мы сейчас находимся в состоянии предстарта. Значит, в октябре будет мероприятие, по этому поводу будет какой-то анонс. Я думаю, что через неделю-две мы начнем собирать заказы для того, чтобы понять, кто хочет приехать. Приехать, в принципе, сможет любой желающий. То есть, я думаю, что в первую очередь захотят приехать те, кто являются сами владельцами франшизы, у кого там стоит киоскель. Значит, что мы сможем вам обеспечить? Мы сможем вам обеспечить самые низкие цены на проживание. Скорее всего, мы мероприятие будем проводить, ну, я не знаю, либо в Дубае, либо в Абу-Даби. Ну, скорее всего, в Дубае, там с точки зрения туризма более интересна. Вот. Ну, перелеты и так далее тоже, в принципе, я думаю, что сможем вам помочь с этим вопросом. Так что в октябре, в октябре что мы будем на этом мероприятии делать? Ну, естественно, знакомиться со страной, знакомиться с бизнесом. Мы будем делать вам экскурсии по нашим точкам. Мы будем, я думаю, что мы представим несколько наших поставщиков на этом мероприятии именно по услугам. Возможно, будут представители от государственных учреждений иммигратов, которые, ну, надеюсь, к тому времени уже в полной мере насладятся нашим сервисом. Так что, вот, октябрь. Так, следующий вопрос. Как будет выглядеть отчетность по прибыли киоска в ММБ-кофисе? Как часто она будет предоставляться? Ну, отчетность, на самом деле, будет очень простая. Отчетность будет, будет фактически два отчета. Первый отчет ежесуточный. Это отчет по выполненным транзакциям через ваш киоск. То есть, здесь еще пока что прибыли нету. Вот, то есть, мы приняли платеж, ну, например, там, приняли, продали ваучер компании Эдисалад за 50 дирхам. Мы написали, вот, ваучер, 50 дирхам, одна единица, прошло через терминал 50 дирхам. ожидаемое вознаграждение, например, там, условно говоря, один дирхам. Это я так чисто говорю, такие символические цифры. Вот, то есть, почему ожидаемое, потому что, вот, эти цифры, как бы, будут накапливаться, вы будете знать. Потом произойдет конец месяца, там, отчетного периода. Он, скажем, будет равен месяцу. По отчетному периоду мы считаем, сколько за этот месяц, значит, мы заработали денег. Дальше пойдут две цифры, сколько мы денег потратили. То есть, аренда, если таковая будет иметься, и амортизация. Суммы плюс, сумма минус, в результате получился профит, то есть, прибыль. Вот, это второй, собственно, отчет. Прибыль, она зачисляется тут же, на ваш лицевой счет со всеми последующими возможностями вывода, либо накопления этих денег. Вот, то есть, все будет очень просто. Это все будет в бэк-офисе в разделе доверительного управления. Кстати, обратите внимание, бэк-офис немножко поменялся, в разделе доверительного управления появился еще один пункт внутри вот страны, это юридическая информация, там как раз размещены копии наших лицензий, которые вы давно уже просили. А то почему-то нам есть еще люди, которые не верят, что мы существуем, как и компания в эмиратах. Посмотрите, компания существует, даже не одна. Поехали дальше. Также какие сведения по собственным терминалам будут представлены при их установке на точку фото, адрес, гугл, координаты, что-то еще. Собственно, вы ответили на все вопросы. Что будет представлено? Да, будет стоять фото самого терминала и какого-то окружения. В будущем, думаю, может быть, мы еще сделаем какой-то там обзор на такую трехмерную штучку, но это уже такие, когда нашим разработчикам будет делать нечего, они обязательно такие вещи делают. Адрес, конечно, гугл, координаты, само собой. То есть, все это будет указано. На каких языках будет меню наших терминалов? Значит, стартуем мы на английском, арабском, русском и, возможно, сразу на урду, либо урду будет чуть-чуть позже. А потом будем насыщать терминалы теми языками, которые будут актуальны в нашем регионе. Вот я на сегодняшний день перечислил именно те страны, которые у нас сегодня актуальны. То есть, те языки, которые на сегодняшний день актуальны. Так, поехали дальше. Почему нет прямого телефонного номера компании, куда можно позвониться? Это хороший вопрос. Но также на всякий вопрос у меня есть другой вопрос. А зачем он нужен? Вы понимаете, у нас компания прямых продаж. если хотите связаться с нами, пожалуйста, лучше приезжайте к нам в конце концов. Так, я вернулся. Так, еще раз по поводу номера телефона. Повторю снова. Номера телефона нет у нас потому, что у нас нет пока что в офисе сервиса, который бы поддерживал бы наших клиентов. что на самом деле. То есть, вы позвоните, ну в крайнем случае вы поговорите со мной. Но поверите мне, вот время у нас очень сейчас ценное. Поэтому мы специально не указываем номер телефона, хотя, конечно, у нас есть. Вот как только мы запустим наш сервис, номера телефонов нашего колл-центра, где будет оказываться услуга по поддержке наших клиентов, пользующихся нашими терминалами. Вот, собственно, и все. Так, могу ли я приехать посмотреть свой терминал, не предупреждая компанию? Будет ли на нем указана моя фамилия? Конечно. А зачем нас для этого предупреждать? Вы знаете Google координаты, вы знаете адрес. Мы для чего это все дело показываем? Красть, чтобы вы поехали и посмотрели. Конечно, будет на нем ваша фамилия и номер вашего терминала будет соответствовать тому номеру терминала, который указан в вашем бэк-офисе. Кстати, на терминале будет указана не ваша фамилия, а та информация, которую вы указали в поле псевдоним вашего бэк-офиса. Поэтому прошу, так сказать, чтобы вы обратили внимание на то, что там написано. Потому что, ну, если там написано золотая курочка, то как-то не совсем, наверное, будет красиво это выглядеть на терминале. Вот, и учитывайте то, что если там будет текст на русском языке, то он будет транскрибирован в английский язык. Так, поехали дальше. Еще несколько вопросов. Значит, влияет ли место расположения терминала на мою прибыль? Например, если не очень людное место, будет ли оборот денег через него маленький? Да, конечно. Тут, понимаете, есть такая штука, что место может быть бы суперкрутое. Не знаю, там какой-нибудь Mall of Emirates или там Дубая Mall или что-то там Марина Mall. Все классно, здорово, красивая точка, терминал стоит, такой весь блестит, все красиво, а денег не дают. Ну, бывает. Ну, бывает. Может, рядом два терминала стоять, они будут работать, а этот денег не дают. Ну, не знаю, это уже выходит за понимание обычного сознания, поэтому, скорее всего, это, не знаю, энергетический поток не так сошлись. Конечно, мы будем, это шутка, конечно, мы будем наблюдать, мониторить такие киоски, если прибыль будет ниже допустимого, скажем так, ниже недопустимый уровень, это наш пессимистичный финансовый план, который вы видите, видели, да, который вы можете скачать на нашем сайте. Вот, если прибыль будет меньше, то мы будем предпринимать определенные усилия для увеличения этой прибыли. То есть, для начала, скорее всего, мы не будем сразу точку менять, скорее всего, мы для начала поставим туда человека. В эмиратах это очень популярная вещь, то есть, когда мы ставим рядом с нашим киоском живого человека, который будет просто показывать, рассказывать, привлекать людей, вот, потом посмотрим, как он будет работать без этого живого человека. Если опять показатель будет падать, то, наверное, действительно, место какое-то не такое, будем его менять. Место, благо, думаю, что у нас будет доставки, так что мы будем смотреть на блюд. Это вопрос, наверное, один из самых часто задаваемых, я поэтому всегда прошу вас учесть вот на какой момент. Все дело в том, что мы, как управляющая компания, являемся точно таким же заинтересантом в том, чтобы это место давало нам прибыль, потому что мы тратим деньги, связанные на обслуживание этого терминала, то есть, на инкассацию, замену бумаги и так далее, и так далее, собственно, из своих собственных денег. И мы рассчитываем тоже на ту прибыль, которую будет давать нам этот киоск. И вы понимаете, что если нет этой прибыли, то мы терпим, вы ее просто не получаете, а мы терпим убытки. Поэтому, естественно, мы допускать таких вещей не будем. Но это не будет, не нужно ожидать, что мы будем менять каждый месяц такие места, потому что, ну, бывает такое, понятно, как сезонность. Да, вот сейчас, например, июль месяц, будет священный месяц Рамадан, да, и, соответственно, ну, товарооборот будет падать просто до нижнего. Магазины просто закрыты в это время днем, то есть, они будут работать только там вечером, в ночное время. Ну, потому что это какие-то некие особенности. Поэтому будем мониторить с учетом местных каких-то особенностей. Так, ну, что ж, уважаемые друзья, я сейчас, пожалуй, ответил на большинство вопросов, которые задавались по существу связанно с нашим бизнесом. Большое вам спасибо за то, что пришли, за то, что послушали Алексея и меня, за то, что вы приходите слушать наших спикеров три раза в неделю здесь, в конференцию. Будем стараться встречаться чаще. Напоминаю, что ровно через одну неделю у нас проводится колоссальное мероприятие в Германии. Фактически мы стартуем нашу, скажем так, филиальную, структурную сеть в этой славной стране. Туда приезжают люди не только из Германии, но и из других стран. И если вы хотите пообщаться непосредственно с топ-лидерами, если вы хотите пообщаться с руководством компании, со мной, да, я вас, на самом деле, приглашаю. Сейчас не такая уж и сложная проблема приехать из страны в страну, тем более Германии, тем более в такое замечательное курортное место. Так что добро пожаловать и до скорых встреч. Спасибо вам большое. Дорогие гости, огромное спасибо Александру. Я, в свою очередь, хочу вам напомнить, что завтра в 13.00, то есть в такое же время, как и сегодня, в этой же вебинарной комнате будет очередная наша презентация проекта, исполненная уже не Александром, а спикерами компании. А следующая презентация состоится во вторник в 19.00 по Москве и еще одна следующая в четверг. Вот, собственно, все три даты я и обозначил. Всего вам доброго, друзья, и до встречи завтра.